Я давно поэзию не читал, и мои отношения с ней остались в далёком прошлом, ещё в школьные годы. В те времена, кстати, эти отношения были довольно напряжёнными. Но благодаря обсуждаемой книге, сейчас я взглянул на это творчество совсем с другой стороны. Всем привет, вы на канале SaberShot, и меня зовут Сабир. Что ж, представляю вашему вниманию книгу. «Белеет парус одинокий» Михаил Юрьевич Лермонтов. Данная книга от издательства Азбука Классика – это сборник известных работ великого поэта «От малого до велика». Сразу говорю, не перепутайте данную книгу с другим одноимённым произведением под авторством Валентина Катаева. Но в качестве названия произведения того же Валентина Катаева взята первая строка из известного стихотворения Михаила Лермонтова «Парус». Знаете, мне хотелось бы зачитать это стихотворение прямо здесь и сейчас, чтобы оно осталось на канале на будущее. Прошу прощения, если буду читать без той необходимой грации, но сделаю, что могу. «Белеет парус одинокий, в тумане море голубом. Что ищет он в стране далёкой? Что кинул он в краю родном? Играют волны, ветер свищет, И мачта гнётся и скрипит. Увы, он счастья не ищет, И не от счастья бежит. Под ним струя светлей лазуря, Над ним луч солнца золотой. А он мятежный, просит бури, Как будто в бурях есть покой». Вот такое вот красивое стихотворение, Основной мыслью которого является тема одиночества автора. А он, словно тот же парус, Белеет на фоне бескрайнего моря. Ещё раз хочу сказать, что с госпожой поэзией я не виделся много лет. Однако я не жалею, что решил встретиться с ней в таком осознанном возрасте. Этот перерыв был необходим в том простом смысле, Что мне надо было набраться жизненного опыта, Вкусить боль и горечь, Насладиться радостью и счастьем, Ощутить себя личностью. Именно сейчас эта книга пришлась мне как никогда кстати. А раньше я так особо и не вслушивался в то, о чём говорится в стихах. В отличие от того, как это делаю сейчас. И я вам скажу, что чувства просто потрясающие. Естественно, в школе мы читали и проходили большое количество литературы. Как азербайджанской, так и русской. Но в отношении поэзии это было скорее погоня за оценками. Чтобы твой дневник не был украшен красными жирными двойками. Что до самого Михаила Лермонтова, То в данной книге целое множество стихов, посвящённых Кавказу. Видно то, как он любил эти края и не раз в них бывал. К слову о Кавказе буду рад упомянуть один любопытный факт. Что в 1837 году он побывал в Гусарах. Это один из северных и горных районов Азербайджана. А на фасаде дома, в котором он жил, Установлена мемориальная доска, На которой написаны известные строчки Лермонтова. Приветствую тебя, Кавказ седой. Твоим горам я путник, не чужой. Как я любил Кавказ мой величавый. Твоих сынов воинственные нравы. Любопытно то, что совсем недавно этот дом Мне показал на фотографии мой сотрудник, Который сам является лезгином и вырос в Гусарах. Но самое интересное, что на советских картах того времени Этот город в Азербайджане называется Гусар. Так? Мол, на Кавказе всегда стояло множество русских кавалерийских частей. И что вот в Кубинском районе с 1783 по 84 года Стояла одна такая часть. Тенгинский гусарский полк. Он-то и дал название городку. Однако данная этимология неверная. Это слово имеет отношение к реке Кусар-Чай Или же к другим словам лезгинского языка. Ведь там проживает огромное количество лезгин. Но гусарская версия очень романтическая. Тем более, что именно в этом городке Успел побывать и даже пожить Чуть ли не самый известный русский гусар Михаил Лермонтов. И это весьма символично, согласитесь? Гусар не где-нибудь, а именно в гусаре. Что по поводу остальных стихов, упомянутых в книге? Многие из них я читал несколько раз подряд. Чтобы осмыслить все, что они хотят мне передать и сказать. Но некоторые прямо запали мне в душу. На мой взгляд, одним из самых искренних стихов, Что есть в этой книге является этот. Гляжу на будущность с боязнью, Гляжу на прошлое с тоской. И как преступник перед казнью Ищу кругом души родной. Придет ли вестник избавления Открыть мне жизни назначение? Цель упований и страстей Поведать, что мне Бог готовил, Зачем так горько прикословил Надеждам юности моей? Земле я отдал дань земную Любви, надежд, добра и зла. Начать готов я жизнь другую, Молчу и жду. Пора пришла. Я в мире не оставлю брата. И тьмой, и холодом объята Душа усталая моя. Как ранний плод, лишенный сока, Она увяла в бурях рока Под знойным солнцем бытия. Великолепное стихотворение. Хочется перечитывать его все время. К тому же, помимо стихов, Книги есть довольно интересные эпиграммы. Из них было пару понравившихся мне. Тот самый человек пустой, Кто весь наполнен сам собой. Это камень в огород всем эгоистам. Вот еще один. Стыдить лжеца, Шутить над дураком, И спорить с женщиной все то же, Что черпать воду решетом, От всех троих избавь нас, боже. Кстати, в один очень нелегкий период, Когда мне на сердце было очень горько, В самый нужный момент я сидел в одиночестве И читал эту книгу. И из целой кладези стихов Мне будто бы нарочно попалось Именно это стихотворение, После прочтения которого Мне стало гораздо лучше на душе. Оно называется «Совет». Если друг тебе сгрустнется, Ты не дуйся, не сердись, Все с годами пронесется, Улыбнись и разгрустись, Дев измены молодые, И неверный путь частей, И мгновения скуки злые, Стоит ли тоски твоей? Не ищи страстей тяжелых, И покуда Бог дает, Нектар пей часов веселых, А печаль сама придет, И людей не презирая, Не берись учить других, Лучшим быть, не воображая, Скоро ты полюбишь их. Сердце глупое творение, Но и с сердцем можно жить, И безумное волнение можно также укротить. Беден, кто судьбы в ненастье, Все надежды испытав, Наконец находит счастье, Чувство счастья потеряв. Оно посвящается всем тем, Кто потерял надежду и усомнился в себе. Запомните, что после бури Всегда появляется радуга. Все будет хорошо. Всем огромное спасибо за просмотр, друзья. Рекомендую каждому уже позабывшему, Что такое поэзия, Освежить память. Оно определенно стоит того. Надеюсь, данный ролик сподвигнет вас сделать это. Можете начать прямо с этой вот книги. Вслушивайтесь в слова, И вы обязательно найдете что-то для себя. А по поводу других книг, Сейчас я читаю Дракулу Брэма Стокера, И, как видите, уже почти закончил ее. На днях сделаю для вас отзыв в социальных сетях. До ютуба она доберется чуть позже. А для тех, кто не знает, Ее надо было добить до конца месяца, То есть до конца октября. Ведь грядет встреча в книжном клубе Уже 29 числа, То есть воскресенье. Те, кто смотрят этот ролик И участвуют в книжном клубе, Всем привет. Скоро там увидимся. Книга интересная и есть что обсудить. Так что до новых книг И читайте больше, друзья. Пока. Субтитры подогнал «Симон»